Следующий рецепт для укрепления сосудов, для укрепления сосудистого тонуса, для укрепления сосудистой пластичности, для повышения уровня каркасности, защиты наших сосудов от всякой гадости, от всякой дряни. Это замечательный, вот такой вот, уже в готовом виде, вы самостоятельно можете это сделать в домашних условиях, но вот мы с Татьяной Адьюной привезли, успели, к счастью, привезти это из Швейцарии, сроком длительного хранения. Это замечательное пюре под названием Тапенде, Тапенде, из чего? Из артишока с сыром пармезан. Очень любимое, кстати сказать, блюдо, если вы пошарохаетесь по биографии Александра Васильевича Суворова, то вы увидите, что из миланского похода Александр Васильевич, кроме любви к маслинам и к мандолине, еще вынес любовь к артишоку с пармезаном. Что делает артишок с пармезаном? Артишок с пармезаном усиливает качество эндотелия. Артишок сам по себе является ветрогонным растением, ветрогонным овощем, очень хорошо прочищает, очищает лимфу, очень хорошо очищает, прочищает нервную систему и, кстати сказать, в контексте совместного или коллаборативного применения или использования успокаивающего такого средства, как валерьяна, как настойка валерьяна, как корень валерьяна. Именно артишок очень хорошо коллаборирует вместе с ним, усиливает качество, так называемого, седативного успокаивающего эффекта, в первую очередь, для состояния ночного сна. Ну, а вместе с пармезаном, вы знаете, у нас твердые сыры все, в этом контексте просто пармезан, может быть тут другой сыр, в вашем самостоятельном применении, это может быть наши сыры замечательные, это может быть адыгейские сыры, это могут быть малорассольные сыры. Одним словом, экспериментируйте, делайте, все это получается очень вкусно, но помните, пожалуйста, о том, что ветрогонность артишока и воздействие, воздействие сыров, в смысле успокаивающего средства на ритмы сна, очень хорошо успокаивает, извините за многочисленное употребление слова, успокаивает, и очень хорошо воздействует на наши ночные сны, воздействует на качество очищения печени. Вот, в готовом виде, это то, что я вам показываю, самостоятельно можете сделать сами. Берете артишок, берете сыры, готовите артишок, хотите запекайте, хотите отваривайте, хотите в сыром виде, сыры, уже в том плане, как вы привыкли с ними себя соотносить, смешивайте, кушайте, вместе с намазочкой, или как намазку можно употреблять, или как под гарнировочку можно употреблять, можно кушать 3-4 раза в день. Но, если у вас есть проблемы со сном, если есть проблемы с газообразованием ночным, то, конечно, лучше всего это делать на ночь, от 18 до 20 часов. Уважаемые дамы и господа, приглашаем вас на открытый, воскресный эфир, на котором мы подробнее разберем использование этих рецептов, ответим на ваши вопросы, и рассмотрим несколько моделей дистанционной адаптации. Что это такое, с чем это едят и зачем это нужно вам? Регистрируйтесь и приходите. Ссылка регистрации в описании под этим видео. Милости просим! На занятии мы рассмотрим несколько ситуаций наших пациентов, возможные варианты их решения при помощи биологически активной медицины и покажем вам новые комплексы упражнений для снятия спазмов, тревожности и адаптации в сложных условиях. Регистрируйтесь и приходите!